Всем добра, с вами Клёво. И вы даже не представляете, как меня достали все эти видосы, ругающие Dark Souls 2. И дело даже не в их наличии, ведь, как мы знаем, чем гениальнее творение, тем больше у него хейтеров. И количество видео, ругающих Dark Souls 2, в очередной раз доказывает, что она реально лучше. Ведь первую и третью часть ругают настолько резко, что эти видосы можно смело заносить в красную книгу. Но в таком случае, что же меня в этих видосах бесит? Как минимум то, что все они говорят про одно и то же, как под копирку. То есть, где-то что-то услышали, и теперь как стая попугаев, продолжают повторять одно и то же. Даже с той же интонацией. Совершенно забывая про истинные минусы данной джи. А они у неё, разумеется, есть. Нет ничего идеального. Вы не поверите, но даже у меня есть отрицательные качества. Да, да, я понимаю, что только что весь ваш мир перевернулся. Но всё-таки постарайтесь смириться с этим. И тем не менее, вернёмся к тёмным душам. И начнём их как следует ругать. И первый же косяк начинается с первых шагов. Нам не дают изначально создать персонажа. Он у нас форсически уже есть. И это определённо представитель мужского пола. И лишь только после того, как вас обсмеют старушки, вам дадут возможность создать персонажа. Причём как мужчину, так и женщину. К чему это бессмысленная прогулка? Для того, чтобы попытаться разнести бегемота голыми руками со статами равным единице. Что так сделал, отпишитесь в комментариях. Посмотрим, сколько нас. Так вот, почему бы не создать персонажа сразу. И потом сбросить его или её в междумирье. Подобная глупость также есть и в Штериме, где мы сначала несколько минут едем в повозке, слушая разговоры. А потом уже решаем, кем нам быть. Хорошо это сделано в Dark Souls 2? Конечно же нет. Да, у нас есть трейлер, про тромчо в драной одежде направляется в дранрик. Ну так в чём проблема? Перса можно создать сразу. А тлас выбрать уже у бабулек. И волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память. Чтобы найти второй минус, далеко идти тоже не надо. Это тласы. Это просто худшие тласы во всех соусах. Единственный тлас, у которого есть щит, это воин со сломанной зубочистой. В первом и третьем дарке у всех есть щиты. И относительно нормальное оружие. Здесь же это просто зубная боль в сердце. Нет, конечно и тут есть адекватные классы. Клирик с булавой, с которой можно пройти всю игру без особых проблем. Рыцарь с палашом, довольно неплохим мечом. Мещник с саблей заточенный на плюс один. И как бы всё. Нет, конечно парировать можно и голыми руками. Но щитом как-то удобнее будет. А нищему даже дубину не дали. Жемотяры. Да и статы у него всего по шесть. И это ещё не всё. Всё, дальше хуже. Броня классов. Опять-таки, солдат одет неплохо, как и мечник. Но что с остальными? Мантия Клирика весит как добрый доспех. Перчатки, штаны и головной убор вообще походу пожертвовали на нужды культа архидракона. Рыцарь одет как хрен пойми что. Не полный сет цикольника. Вообще ни хрена не рыцарский. Сет разбойника это вообще какие-то обноски. Реально, лучше ходить в начальном сете, который у нас был ещё до выбора класса. Он радует. Думаете на этом минусы классов закончились? Нет. Ни хрена, ребят. Количество классов вы видели? Где вор с чинжалом? Где пиромант? Веду ввели новую школу магии. Порчу. Где видимат? С начальным даром вопросов нет. Всё по теме, всё полезно. Потому на этом выбор классов не оставим. А перейдём к минусу, который меня просто бесит. Где сука нужды? Почему их не добавили? В первом и третьем дарке они есть. Или это какое-то проклятие 2014-го? В этот год вышел также соуслайт Лордс оф за Фоллэн. И там тоже не было нужным для оружия. В общем я расстроен данным фактом. А ещё я расстроен тем фактом, что никто на него так и не поругался. Может конечно тот и заметил этот момент, но я не слышал. Следующий факт касается сетов. А вернее отсутствием одного конкретного, который есть в первой части. Я разумеется имею ввиду Балдурский. Во втором дарке оккуенно много сетов. Как из первой части, так и оригинальных. Но именно этот переносить не стали. Знаете как теперь тяжело создать Гарса во втором дарке? А меч вы видели? Это не меч, а позор какой-то. За такой меч кузнец Гарса бы на месте отметелил. Ну за то, что он за ним не ухаживает. Я понимаю, мир разваливается. Но остальное оружие это норм выглядит. Есть ли ещё минусы? Конечно есть. Трата выносливости на кассы заклинаний. Появление мерзкого параметра физической силы, который отвечает за грузоподъёмность. Который переключал в третью часть. Но к счастью пропал в Элдене. То, что для дуэли в синем ковенанте нужен расходник, который дают за помощь другим. То, что пусть к этому ковенанту притраждают толпа железных рыцарей, два рыцаря Хейда, которые опаснее большинства боссов, долбанная Виверна и босс-траконоборец. Вам не кажется, что это как бы, ну, дохрена? У меня вот есть такое ощущение. Что там ещё не ругают во втором дарке? Остальное вроде бы обругали до меня. Что-то по делу, что-то просто изредности. Или непонимания, но всё равно уже обругали. Если что добавить, пишите в комментарии. В чём-то со мной не согласны? Ничего страшного. Я тоже с вами не согласен и совершенно по этому поводу не переживаю. А потому, как нам завещал тот Леопольд, давайте жить дружно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите добрые душевные комментарии и пусть всё у вас будет клёво. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok